Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games, с вами я Скиф, мы играем в Payday 2 и сегодня посмотрим на билд, который я назвал Беги и стреляй, в общем простенько, и в чем суть этого билда, давайте посмотрим на навыки, в первую очередь, какие у нас тут имеются Ну, безусловно, так как билд преимущественно сделан для того, чтобы играть не только на оверкилле, но и на ДВ, здесь есть вдохновление прокачанное, чтобы мы могли своих товарищей по команде поднимать Также скорая помощь здесь, боевой врач, чтобы две сумки ставить, медицинских, само собой, ну и боевой медик, тоже он здесь крайне будет полезен Тем более мы убрать ничего не можем, нам все эти очки требуются для того, чтобы вкачать вдохновление, вдохновление вернее, да Дальше смотрим, да, и на самом деле этот билд не полностью готов, то есть максимально он хорош будет, его можно еще интереснее сделать Если вкачать дурную репутацию, да, вот сюда вкачать, сюда, 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 но, к сожалению, пока что этого не имеем, имеем то, что имеем Поэтому отсюда и билд такой, какой он есть Здесь стойкость на один раз, на про крепкий орешек, чтобы прочность баллистических жилетов еще увеличить Транспортер, понятно, чтобы сумки кидать эффективней Меткий стрелок будет нам восстанавливать, 20 брони на про-версии, еще 5 на базовом За то, что мы убиваем в голову Также железный человек, показатель брони увеличен на 30%, тоже немаловажно Здесь я немножечко вкачал падальщика, ну как падальщика немножечко, на про вкачал Саму ветку немножко Чтобы хотя бы каждый шестой противник оставлял после себя дополнительную коробку с патронами В идеале бы тут, конечно, не вот это вкачивать, а вот здесь патроны вкачать, чтобы у нас проблем с патронами вообще не было Но, в принципе, их и так более-менее хватает Дальше смотрим, здесь неплохая плюшка в виде мертвой хватки Ваше оружие точнее на 8 единиц В призраке пригнись-прикройся Паркур на раз тоже, второе дыхание Оптические иллюзии, чтобы быть на 45% менее приоритетной целью даже врагов Тоже довольно важно Ну и самое-самое основное Боевое искусство на раз Жажда крови Хорошая тема на самом деле Позволяет ваншотать практически всех После того, как мы кого-нибудь наубиваем У нас набирается до 300 урона в ближнем бою До 300% урона Довольно круто Качая железо позволяет также дамажить еще сильнее И спецюнитов также убивать с рукопашки достаточно эффективным образом Берсеркер тут самое вкусное Когда наше здоровье ниже 50% Мы можем наносить до 100% дополнительного урона из огнестрельного оружия Действие навыка не распространяется на гранатомет В состоянии берсерка Эффект восстановления здоровья отключен Но это нам не важно Мы играем от брони И безумие, конечно же Мы будем получать на 20% меньше урона На 25% Но у нас будет только 30% от запаса здоровья Ну и на базовой версии еще на 10% меньше тоже урона В сумме на 35% получается, да? Что в общем-то круто Дальше погнали у нас пистолеты прокаченные Потому что мы будем использовать парные пистолеты в качестве основного оружия Эквилибриум на раз уменьшает на 80% Время нужно, чтобы достать и убрать пистолеты Парное оружие, естественно Здесь фанат пистолетов Отчаянный, на раз неудержимый стрелок На про сомнительно на 10% Увеличить действие навыка до 10 секунд Не знаю, мне хватает, в принципе, базовой версии этого навыка Дальше из первых, конечно же, анархист Смотрим, сколько у нас брони 270 За счет того, что у нас, кстати, и анархист взят В качестве броника легкий баллистический бронежилет Чтобы мы могли быстро передвигаться и бегать Конечно, медицинские сумки Топоры метательные Тут, в принципе, по желанию, но они наиболее эффективны Можно, конечно, какие-нибудь фаеры использовать Но в этом билде они особо не нужны Топорик, если что, мы где-нибудь на перезарядке Или еще как-то что-то можем, в общем-то, с топориков ваншотать Всяких клокеров, тазеров, тому подобных Довольно удобно И, в общем-то, хорошо Мне нравится Здесь символ свободы Он, в принципе, может быть заменен на тот же ледоруб Но единственное, что у символа свободы Мне нравится, что у него дистанция атаки повыше Мы с большего расстояния можем этим копьем, в общем, закалывать противников И это довольно круто Здесь с парными пистолетами тоже могут быть варианты Я пытался с Бернети бегать Но вот эти кросскилл как-то мне побольше понравились Давайте сравним с Бернети У кросскилла дамага побольше Скорость стрельбы Что у нас получается? Скорость стрельбы поменьше Поменьше Но Но-но-но У нас зато и патронов поменьше Но в основном дамаг больше Да, в этом плюс Точность лучше Стабильность такая же Скорость такая же Подавление, но это без разницы В общем, можно и с этим И бегать я бегал Но мне как-то больше понравились кросскилл Можно еще пытаться там еще с чем-нибудь Но вот эти пистолеты мне больше всего понравились Я с ними бегаю Во втором слоте у нас Да, вторым оружием Я использую Арбалет А, ну и да, кстати Пробежимся по модификациям оружия Так-с Погнали Насадка В качестве насадки я использую Пламегаситель Бонуса у меня, по сожалению, пока нет Микролазер установлен также Рукоятку А, у меня не было никакой открытой рукоятки По всей видимости давайте поставим Ну вот, ну вот Уже покрасивее Отлично Магазин тоже недоступен Ну и затвор Длинный, вентилируемый Такие дела Смотрим Пистолетный арбалет Очень прикольная вещь на самом деле Урон 150 Точность Соточка Он выглядит прикольненько Сам по себе даже Взрывные болты здесь использую Чтобы разбираться с щитовиками Станить бульдозеров И вообще толпы разгонять довольно эффективно получается Он достаточно скорострельный Также карбоновая основа здесь А из бонусов нет Опять же Рукояточка камуфляжная И прицел Пистолетный коллиматор Он тут единственный В общем, вот такой вот билд получился Оверкил на нем Играется вообще очень приятно И хорошо Ну По сути там вам Умирать особо нечего Ну если совсем не тупить Или не лезть куда-то Ну Стоит поговорить про минусы этого билда То есть У нас минус какой? Снайперы Снайперы нас Довольно Быстро убивают Мы их плохо снимаем За счет того, что парные пистолеты Они высокой точностью не отличаются На дальних дистанциях Все-таки парное оружие В этом плане Слабовато Поэтому Такие хайсты Где много открытых пространств И куча снайперов Сложно Возможно Стоит другими билдами бегать А Хайсты Где Большую часть времени Вы находитесь в закрытом пространстве Там я не знаю Типа спасение Хокстона Проходятся на ура То есть Там можно бегать Вполне себе норм Себя чувствовать На оверкиле Так вообще Просто изи бегать С таким билдом На ДВ Уже сложнее Конечно же На ДВ В принципе сложно Но вполне себе Играбельно Я бегал Как бы Тестил на нескольких картах В соло даже проходил Крушителя Ну крушитель не особо сложный Хайст Даже для одного В принципе На ДВ Но Если билд справляется Хотя бы с крушителем На ДВ В соло Уже хорошо А еще ювелирку я делал В соло Тоже норм То есть в этом плане Билд достаточно хорош Вот какой-то такой билд У меня получился На этом же Всем спасибо За просмотр Не забываем подписываться На канал Ставить лайк Если вам понравилось И увидимся В следующих видео Всем все хорошего Пока-пока